I have ways of blowing things up. Фух, хорошо, спасибо. И все больше. Так. Пока что обойдемся без окружных. Я уже вижу проблемы, которые могут у нас возникнуть. Я не знаю, вот эти вот зеленые островки, как они будут, что они будут. Нет, они вроде нормальны. Вот. Будем посмотреть. Возможно, у нас будет какая-то одна посередине, какие-то будут уходить через. Будем посмотреть там. Зеленые, красные и синие ветки. Сегодня традиционных трех классических цветов. Начинаем с них. Ха-ха. Что-то мне кажется, или быстро станции появляются? Сейчас прям каждый день открывается. Ну, не каждый день, но достаточно быстро. Ладно, посмотрим. Пока вроде справляемся. Посмотрим. Чтобы у нас не было квадратного голодания, как у нас зачастую это бывает, да? Я думаю, что, возможно, я открою сейчас еще третью какую-нибудь. Ну, не третью, а вторую ветку. Да. Я думаю, что будет она у нас идти вот так. Вот так. Будет немножечко разгружать поток. Почему я вниз через треугольник пустил? Потому что, на самом деле, я хотел сделать треугольник справа конечный, но нет. Потому что мне нужно будет как-то потом сверху через этот канал справа проходить. Я не хочу строить туннель, я надеюсь, я обойду. Посмотрим, как оно будет. Так, у нас проблема, я так вижу, да? Локомотив, вагон, конечно же. Давай эту сюда к треугольнику подсоединять. Загружай всех и выкинь их здесь на конечный. Да, так будет попроще. Я не хочу туннель, блин. Давайте тогда зеленый сюда пойдем. Видите, она не хочет чуть-чуть делать обходик такой. Из-за этого приходится тянуть аж через вот так вот. Подождите, а что у нас? На, держи вагон и маленькую тележечку. Загружены очень линия. Ну, то есть реальные и зеленые, кстати, тоже. Давайте на зеленый второй паровозик пустим. И вот так вот подсоединяем на нее еще одну. Вот так вот сделаем, да? У нас пересекающихся станций не так уж и много. Хотя раз, два, три, четыре. Оно просто так кажется, знаете. Вот эта станция внизу, она прям офигеть какая загруженная. На ней постоянно куча народу катается. Ну, забрал треугольников, повез туда, назад вернется. Назад вернется, он опять же всех заберет. Ну, хорошо. Еще один квадрат я на зеленую ветку повешу. Так будет проще. Там два поезда, они будут развозить. Так, думаю, мы начнем сейчас какую-нибудь третью линию. Вот такую вот. Немножечко продублируем. Как раз нам еще один локомотив дали. Тоннели, пожалуйста, да. Ну, они дают по одному тоннелю в неделю, ребят. Ну, это же нереально, абсолютнейшее. Треугольный, треугольный можно и сюда. У нас не должно создаваться дефицита, по идее. Сейчас посмотрим. Пересадочных станций у нас тоже нет. Потому что на каждой линии наблюдается свое количество треугольных, квадратных, круглых. Пока, в принципе, пока не начнутся уникальные станции, у нас не должно быть с этим каких-то больших проблем. На синий чуточку перегрузка. Чуточку. Но там ходит один локомотив. Хоть даже и с вагоном. Видите, он приехал, забрал треугольничков и свалил к себе в своясину. Посмотрим. Подержу пока что у себя один локомотив в запасе. Перестраховаться. Здрасте. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Раз мы все равно тратим тоннель. О-о-о-о, привет. Уникальную станцию будем стараться навешивать на все ветки. Потому что если будут накапливаться пересадки, давайте я по синий запущу еще одну. У нас красная получается немножко под угрозой, но с суббота... Вот так вот сделаем. Хотя бы, по крайней мере, просто, чтобы синюю вывести через... Мы тут потом и туннель, кстати, можем сэкономить. Так, зеленую тянем сюда. Красную тянем сюда. Локомотив, вагон. А можно подзабирать там... Возможно, я, кстати, сейчас лишний раз жадничаю с вагонами... Ну, с этими, с туннелями, но его нафиг пусть будет. Хорошо, хорошо. Позабирали. Отвезли. Ну, смотрите, многие поезда ходят перегруженными. Такое себе. Красная, опять же, у нас осталась всего лишь... Давайте я на красную второй локомотив запихаю, потому что иначе, мне кажется, будет некрасиво. Он сюда пока доедет, там уже копятся. И смотрите, там и крестики, и какие хочешь, блин. Ну, в смысле, и плюсики, и квадратики, и треугольнички. И вообще трындец какой-то. Вот он сейчас все это загребет отсюда. Не все, плюсик он оставит на обратную дорогу. Его заберет вот тот верхний, который. Так, зеленый еще одну, прикинем. Этот сейчас чисто плюсов позабирает. Да. И заберет оттуда тоже плюсов. Треугольник. А, треугольник у тебя тоже по пути. Ну, в принципе. Я так понимаю, что это как система лифтов, которые работают вверх-вниз. Так же и здесь вот он едет. Если ему не по пути, фиг он что заберет. Все равно это немножечко печально иногда. Когда у тебя переполнена станция, туда приходит поезд практически пустой и идет транзитом, потому что, видите ли, ему немножко не по пути. Давайте зеленые сюда тоже подкинем, чтобы он забирал отсюда. Их по пути тоже развозил на эту станцию. Так. На, держи. В принципе, пока что нормально. Немножко смущает, что тут зеленые. Так, давай локомотив, может быть... Не, вагон, ребят, вагон. Не транзитом, пожалуйста, зацепи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Немножечко снимем напряжение с красной ветки, потому что она у нас тоже в таком месте. Слушайте, я вдруг осознал, что у нас на зеленый коллапс. Надо ее с помощью красной сейчас выручать. Да хватит мне сюда сверху пихать однотипные станции. Так, там что-то на хинди написано. Я на самом деле не знаю, ачивка вылезла, видели вы и не видели. Ну, я так понимаю, 500 человек в Адис-Абебе перевезли. Хорошо. На самом деле, мне кажется, мы очень сильно сняли напряжение с синей ветки. Теперь оно будет перенаправить. Здравствуйте, блин. Звезду тебе в руки. Ну, звездную станцию тоже надо ставить. Все любые уникальные станции нужно ставить на пересечение всех путей, потому что иначе будет карантец просто. Если я начну создаваться очереди на пересадке, то это забьет станции за секунды. Вот, забирай их всех оттуда. А он приехал, просто квадраты скинул, потому что следующий на синим будет их выгружать? Или как это работает? На тебе вагончик. Треугольники он заберет на обратном пути. Насчет этого я не переживаю. Туда выкинули все треугольники, но треугольники он заберет на обратном пути. Он сейчас все оттуда, все эти треугольники высосет и... А этот ему сейчас скинет еще треугольников. Они будут там сидеть, блин, жить просто. А не, он их забрал с собой. Ладно. Я у нас там на красный ближайший треугольник аж вот здесь. Но это неприятно. Ладно. Кидаем четвертый на красный. Ёлки. Блин, ну это все. Ну, он, конечно, сейчас будет ехать и немножко заберет. Вот с этой надо что-то делать. Блин, заберите оттуда. А он полный. А он полный, он ему ничего не сделает. Отсюда заберите. Нет, все, эта станция лопнула. Я не наберу тут тысячу. Это печально. Из-за этой станции. Да, она еще под конец офигеть, как быстро начала набирать. Да. Одна станция, за которой я не досмотрел. Из-за которой не было кросс-движения. Семь, на самом деле это мало. На самом деле это мало. Это даже я понимаю. Ну ладно. Я сейчас буду где-то только в первой трети. В половине. Не знаю. Ладно. Поехали, посмотрим тогда, что у нас по прохождению. Я пока что не очень доволен деликами. Так, что у нас там было? В Чикаго мы были, Будапешт. Поехали тогда, получается, в Будапешт. Потому что, ну вот, рекорд реально ноль. Мы в прошлый раз в Чикаго катались, да? Я подзабыл. Токио я хорошо помню. Чикаго я подзабыл. Поехали тогда в Будапешт. В обычном режиме ничего с нами не станется. Так, делаем стандартную схемку. Круговую. Берега у нас тут только два. По крайней мере, пока что. Я не знаю, сверху или снизу будет ли разветвление. Но пока это все выглядит нормально. Туннеля у нас тоже два. Сорян, ребят. А вот и... Да. Первый поезд по ту сторону. Потусторонние поезда. На каждой линии есть свой набор станций. Пока что все соблюдается. Потом просто жонглировать этим всем, естественно, станется тяжело. Но, собственно, на этом игра и рассчитана. Пока что... Пока что да. Увеличим поток на желтую станцию. Третью линию, наверное, пока что приберегу как некую такую резервную, что ли. Желтую у нас будет с этой стороны. Красную будет, наверное, развивать с той стороны. Посмотрим сейчас. Здесь пара люди, которые играли в пятую GTA. Поздравляю вас. Знаете, иногда вот так вот смотришь на все это и такое ощущение, как будто какие-то, знаете, знаки зодиака или что-то подобное. Всякие образы. До этого оно было похоже на грузовичок с прицепом. Сейчас вообще похоже непонятно какую-то лодку или что-то такое. Это как смотришь на облака и начинаешь угадывать, какой же они формы и что там вообще происходит. Не знаю. Есть в этом что-то магическое. Так, ну что ж. Пока что все относительно нормально и предсказуемо движется. Увеличиваем нагрузку. У нас уже, вот, уже смотрите, воскресенье. И вот, ну, там, по-моему, было гораздо плотнее движение, чем здесь. Потому что оно сейчас уже воскресенье, нам сейчас уже дадут новый поезд плюс какой-то бонус. Давайте вагончик возьмем. И оно пока что даже не выглядит катастрофой. Я понимаю, что я сейчас накаркаю. Это вообще как нифиг делать. А как мне... Ладно, давай вот так. Много как треугольных станций. Ну, с другой стороны, да, круглых самое большее количество треугольных. Второе количество квадратных меньше всего пока что. Именно в таком порядке. Тут с этих трех круглых придется все вывозить на другой берег. Я уже вижу в этом проблему. Поэтому, да, возможно, стоит запустить второй локомотив. Чтобы не усугублять. А по желтой... Я по желтой тоже хочу второй локомотив. Блин, тут одни кругляши. Ну, серьезно. Ладно, второй локомотив не был ошибкой. Я думаю, что пока один в городе, второй будет собирать с пригорода и потом наоборот. Желтый пока один справляется. Я бы поставил ему второй, но у меня тогда синяя линия останется без локомотива. И, в принципе, лучше пока что без экстренных этих локомотив придержать. К тому же у нас сейчас уже скоро конец недели. Нам опять всяких нишечков подгонят. Будет хорошо. К тому же желтая линия относительно нормально распределяется. С красной линией есть перекос, потому что с той стороны только круглые станции. И они нафиг никому не нужны. Там появляются пассажиры только на другой берег. Теоретическая проблема на желтой линии. Опять начали появляться только круглые станции. Ладно. Давайте, давайте, давайте. Давайте суббота. Хочу. Новую неделю. Мне кажется, нужно будет снимать напряжение с желтой линией. Сейчас посмотрим. О! Трикотничек подвезли. Хорошо. Уже хоть что-то. Уже все они не будут скапливаться для переезда на другой берег. Уже только половина из них. А почему ты их не подобрал? Тебе треугольных туда везти? Чё ты их не подобрал-то, дружище? Так, локомотив, да? Тоннель, пожалуйста. Студия. По желтой Допустить в обратную сторону. Да. И тогда можно делать вот так. У нас будут появляться квадратные. Их достаточно много. Смотри, практически не гражданцы. Но, по крайней мере, будет что-то, что приедет вовремя и будет их распределять. Главное теперь, чтобы поезда не ходили переполненными. Так, треугольничек ещё один. Продолжаем запихивать жёлтую линию. Потому что мы пока что ещё можем себе это позволить. Возможно, нужно будет... Сейчас у нас есть два тоннеля. Я могу поставить один. И создать синюю линию, которая будет разгружать движение с той стороны и по жёлтой линии. Сейчас посмотрим, где появится следующая станция. В общем, давайте до конца недели дождёмся. Вряд ли случится что-то настолько страшное, что мы за два дня проиграем. Давайте дождёмся конца недели. И появилась звёздная станция. Спасибо тебе огромное. Я не могу сказать, что коллапс обычно случается на каких-то отдалённых станциях. Иногда как раз и транзитные станции очень сильно перегружаются. И тогда всё. Поэтому какой-то закономерности особой, по крайней мере, я не вижу. Посмотрим. Как и что это всё будет. На жёлтый пассажиропоток очень большой. Надо будет её как-то в самом деле или вагон ставить, или... Ух ты ж, ё... Тогда, зерьте, что мы делаем. Так, 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 так. Вот такую синюю линию сделаем. Локомотив и вагон, пожалуйста. И пусть она где-то тоже через треугольник... А, у неё треугольник это последняя станция. Давайте она треугольник будет ещё разгрузочной станцией. Вот так вот сделаем. И на синюю. И на жёлтую. Вот. На синюю и на жёлтую у нас будет по два локомотива. Ну, один с вагончиком, один без. Вот так вот будем делать. Хорошо. Вроде пока вывозят. У меня даже один запасной тоннель есть на всякий случай. Офигеть. Какая перегрузка, ты о чём, дружище? Придётся красную продлевать до туда, потому что это ещё одна уникальная станция. Знаете, мы, может быть, красную давайте тогда сразу до плюса продли... В самом-то деле, а что я теряю? Мне тогда не придётся ждать огромных пересадок, и у меня три уникальных станции будут на трёх основных линиях. По-моему, это выигрышная ситуация. Сейчас будем посмотреть, как оно выйдет. У нас, кстати, квадратная тоже до сих пор только одна. По сути, тоже уникальная станция. Раз, два, три, четыре. Четыре уникальных станции. Офигенно. Так, что-то с красной линией надо делать. Там просто трындец. Подождите. Да-да-да-да-да. На, держи. Локомотив, пожалуйста, и вагон, пожалуйста. Треугольник он, по крайней мере, сейчас выкинет. Ты просто привёз сюда и выплюнул плюсов на синюю линию, ты нормальный. Стойте, а синяя ж так и не идёт через квадрат. Надо синюю тоже через квадрат запустить, хоть и через... А, не, она идёт через квадрат. Не-не-не, это я тупанул. Ладно, пусть будет два квадрата, я не против. Красная. Раз она у нас такая сейчас крутая, с тремя локомотивами, два из них с вагончиками, давайте тогда грузить на красную пока что. Посмотрим, как-то всё получится. Жёлтая у нас просто продолжает остаться кольцевой, относительно. А красные и синие, они такие, как два дракона, знаете, пересекаются друг с другом. Вот это вот на синее. Так, подходим к пятисотням, хорошо. Гляньте, он просто берёт реально и плюсиков сгружает на синюю, чтобы синий их отвозил, потому что типа так короче. Ты же сам можешь доехать до плюсовой станции, но, блин, он просто берёт, сгружает и такой, ааа, просто не моё дело, нафиг. Так, новые круглые, на тебе синюю сюда, в помощь. Воскресенье, хорошо, поехали. О, у нас там доставка треугольных экспрессов, хорошо. Новая станция, вон, красная слева. Хочу... У меня один тоннель всего лишь, давайте хотя бы два тоннеля мне. Я думаю, если жёлтую продублировать. Просто жёлтая у нас и так не особо-то забита, если... Ну, не то, что забита, не так, что на ней много движения. О-о-о-о! Да, жёлтую делаем кольцевой, таким образом. Да, жёлтую делаем кольцевой, таким образом. Это, это катастрофа. Давайте ещё одну, наверное, на жёлтую запустим. Вот и потратили все тоннели, вот, типа, наверное, кто из вас сейчас бил себя просто локтями по щекам, что ты делаешь, зачем тебе тоннели, вот как-то вот так нам пришлось их потратить для развязки, потому что эти взяли, дали уникальную станцию, чёрт на куличках, и всё, блин, с красными, беда. Так. Просто капец. Оставил, блин, станции без присмотра. На одной линии станции оставлять нельзя, они начинают дико перегреваться, поэтому приходится их скрещивать. Оставил, блин, станции без присмотра. Чем больше линии у нас обслужено, тем, типа, будет нам проще. Я не знаю, зачем я эту зелёную линию открыл. Пусть он хоть как-то что-то где-то снимает хоть какое-то напряжение, посмотрим, как это всё получится. Ну, пока что ничего нигде ни хрена не снимает, никакого напряжения. Ну, все станции, они буквально вот все в сантиметре каждый раз от переполнения. Смотрите, их очень много, которые переполнены. Не хватает ни локомотивов, ни вагонов, ни хрена. Вот этот сейчас забил себе полный, ладно, он тут скинет три человека, но я про синие сверху, слева, если что. Когда я говорю, вон смотри, ну, конечно, тут бегает, блин, 10 паровозов разных. Очень легко вон посмотреть на кого-то из них. Мне вагонов не хватает, просто катастрофически. сейчас этот красный будет в другую сторону ехать и, возможно, разгрузит. Возможно! Офигеть! Мне нужно, чтобы желтый через эту тоже проезжал, иначе просто трындец. Вот эта станция сейчас лопнет нафиг. Я, по-моему, даже до нее доехать не успею ни на чем. Не, вон красный туда вроде едет, возможно, локомотив, вагон. Так. При этом я типа зеленую линию создал, чтобы вроде как что-то где-то как-то снять облегчение. На самом деле она мне создает дополнительные станции, которые только увеличивают напряжение. Классно, блин. Не надо! Гляньте, синее сверху уже начинает. Ну, ладно, в любом случае штуку мы набрали. Как я и говорю, что типа для прохождения дальше нам нужна штука. Штуку мы набрали. Теперь, конечно, было бы хорошо еще поиграть и пройти дальше, но после штуки ты на вещи начинаешь смотреть немножечко более философски. Пожалуйста, скорее. Сними оттуда четыре. Ладно, ладно. Хотя бы снял напряжение, все. Клусно, классно, красно. Супер. Сейчас. Красный отсюда позабирает немножечко, я же надеюсь. Да, он сейчас на треугольнике сгрузит практически все и придет туда порожняком. И желтый придет порожняком. О, вообще хорошо. Так. Синий, красный, желтый, все едут сюда. Это тут подберет этот... В смысле? Вы же забрали, а то... Я даже не... Я был уверен, что с этой станции все сняли. Печаль. Я вообще вниз сейчас смотрел. Ладно. Ладно, хорошо. На самом деле все в порядке. Давайте тогда менюшку посмотрим, что там вообще могло открыться. Будапешт, Мельбурн, Стокгольм. Вашингтон, Колумбия, Ташкент, Сингапур. Блин, сколько здесь этих метров прикольных. Надо продолжать. Открывается. Значит, у нас будет, скорее всего, Мельбурнский. Потому что... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я пошутить. Я случайно нажал. Потому что Берлинский... Хоть он у нас относительно новый, но мы вроде как в него играли. И он у нас на 1000 пройден. Так что... Да, ну не... Перестань нажимать. Какие у нас не пройдены? Вот, у нас Нью-Йоркская не пройдена. Немножечко. Парижская не пройдена. Первые три. Их, наверное, нужно бы перепройти на 1000. Я, наверное, займусь этим в оффлайне, ребят. Потому что... Ну... Каждый раз все это записано. Наверное, и вам будет не особо... Неинтересно. И всякое такое. Поэтому давайте так. Все, что я там вначале не допрошел, я перепройду. В Берлин... Пишите вообще, хотите в Берлин попасть или нет. Потому что мы уже в Берлине были. И мы уже проходили. Просто что... Вот. Я бы такой, чтобы в следующий раз пойти в Мельбурн. У нас как раз он новенький. Мы там ни разу не были. Австралия. Все дела. В общем, пишите, что вы думаете. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-папра. Всем молодушек. Всем пакета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok